После празднования Нового года по всему миру подводят печальную статистику. Жертвами петард и салютов становятся сотни жителей планеты. Каждый год люди стараются приобретать пиротехнику. Она появилась в России со времён Петра Первого ещё, но до времён Советского Союза, даже во времена Советского Союза, в основном пиротехника использовалась профессионально. Устраивались мероприятия, которые проводились администрациями, то есть устраивались представления. Сейчас же на рынке много бытовых практических изделий. На витрине магазина можно найти бенгальские свечи, хлопушки и целые батареи огненных залпов. Выбор большой. Велик и разброс по ценам от нескольких сотен рублей до 10-12 тысяч. Скупиться при покупке пиротехники не стоит. Приобретать новогодний салют всегда лучше, да и безопаснее в магазине, который имеет сертификаты на продукцию. Фейерверки на Новый год сейчас. Расход идут быстро. Ну, подешевле, конечно, которые были уже, вышли все, остались подороже, но берут. Даже свадебные берут на Новый год все. Каталог есть на всю нашу пиротехнику. Поэтому, что попросят, мы им открываем, читаем, разъясняем и покупаем. После покупки внимательно прочитайте инструкцию, а также заранее определите место для запуска. Ведь для каждого вида определено свое безопасное расстояние. Также нельзя запускать салюты на автомобильных парковках и под линиями электропередач. Тщательно выбирать стоит и площадку для установки батареи салютов. Для пуска изделия мы выбираем ровную твердую поверхность. Не надо ставить ее в сугроб, потому что сугроб, он сам по себе мягкий. И пиротехническое изделие просто от первого залпа может накрениться. От второго накрениться еще сильнее, и потом уже поверить зрителей. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными. Тогда разноцветные огненные вспышки в небе принесут только радость, восторг и оставят хорошие воспоминания.